С начала кампании по вакцинации населения в Ленинском округе мобильные пункты побывали уже в 17 различных организациях и учреждениях. За это время прививку получили порядка 500 человек. В многофункциональном центре мои документы первыми привились сотрудники учреждения. Мобильная вакцинация, она ничем не отличается от обычной вакцинации, которую мы проводим в помещении. Также готовятся полностью все кабинеты. У нас есть мобильная морозильная камера, то есть мы полностью готовы к вакцинации населения. Первоначально планировалось, что прием пациентов будет вестись в автобусе. Он и сейчас припаркован у здания. Но попробовав этот вариант, поняли, что в условиях низких температур всем будет комфортнее в здании. Выделили специальное помещение, целое крыло МФЦ, оборудовали холл, создали комфортные условия для работы волонтеров, подготовили необходимую оргтехнику, выделили кабинет непосредственно для работы врача и медицинской сестры, которая делает прививки. Помогают врачам волонтеры. Они выполняют всю бумажную работу, которую, как правило, тоже делают медики. Это позволяет освободить врачей для решения более важных задач. Мы записываем людей на вакцинацию, на прием к врачу, чтобы он осмотрел, позже сделать вакцинацию. Для этого человек должен заполнить анкету, которую мы помогаем заполнить, записываем через систему ЕМИАС на вакцинацию и далее направляем людей в пункт вакцинации. Наверное, сложно придумать более удачное размещение мобильного центра вакцинации. В день центр «Мои документы» посещает порядка двух тысяч человек. И у многих, как правило, с собой необходимые документы. Паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Два раза сдавал тест на антитела, антител нет. Коллеги многие переболели, уже их имеют. Ну и, судя по состоянию своего здоровья, уже как бы и возраст, решил подстраховаться. Безопасность своя и, может быть, даже окружающих. Есть люди, которые у меня пока не могут сделать прививку, поэтому я решила сделать, тем более это так удобно. Через 21 день мобильный прививочный пункт снова приедет в многофункциональный центр, чтобы провести второй этап вакцинации от коронавируса. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова